Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов заявило о готовности в срочном порядке оказать все консульские услуги задержанному во Франции российскому бизнесмену Павлу Дурову. Напомним, 24 августа предпринимателя задержали в Парижском аэропорту, срок ареста продлили до 28 августа. Его подозревают в совершении более десятка преступлений, связанных с использованием платформы Telegram, создателем которой Павел является. Дурову могут предъявить многочисленные обвинения, в том числе терроризм, наркотики, мошенничество, отмывание денег. Миллиардеру может грозить до 20 лет лишения свободы. В МИДе отметили, что в Абу-Даби внимательно следят за делом своего соотечественника. Напомним, у предпринимателя имеются гражданства четырех стран – России, Франции, Объединенных Арабских Эмиратов и государств Сент-Китс и Невис на Карибах. В заявлении депведомства подчеркивается, что на первом месте для властей Эмиратов благополучие граждан страны и защита их интересов. Много вопросов у общественности вызывают обвинения и причины задержания Дурова. Есть версия, что главным заказчиком дела против основателя мессенджера могут быть Соединенные Штаты, преследующие таким образом сразу несколько целей, в том числе захват контроля над Telegram. В турецких СМИ популярность набирает теория о том, что Дурова задержали по просьбе Израиля. Якобы это произошло из-за того, что сервис отклонил запрос Тель-Авива ограничить публикацию информации о ситуации в секторе газа. Ведь благодаря публикациям кадров с места событий через Telegram мир узнал о том, что на самом деле творится на оккупированных территориях. Команда Телеграма заявила, что Дурову нечего скрывать. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой.